АТВ ИХСАН представляет 2. Определи для каждой вещи, которую ты установил из тех фактов и важных вещей, основу из основ толкования, выведенные из священного Корана или хадисов, или их смыслов сопоставлений и сравнения, или собственных имен и образований. Что касается толкований, основанных на священном Коране, то они такие, как, например, Веревка. Толкуется заветом, так как Аллах, свят Он в Коране, заповедал нам. И держитесь, заверь в Аллаха. Сура Имран, аят 103. Корабль. Следует толковать, как спасение, ибо Всевышний Аллах говорит, «И мы спасли его, Ноя, и тех, кто были в ковчеге». Сура Ан-Кабуд. Аят 15. Смысл. Древесину. Следует понимать, как лицемерие в вере, так как Всевышний говорит, «Они лицемеры, подобны представным столбам». Сура Мунафик. Аят 4. Смысл. Камень. Объясняется суровость сердца, ибо Аллах гласит, «Они сердца тверды, как камень, или еще тверже». Сура Бакара. Аят 74. Смысл. Грудной ребенок означает врага, ибо в слове Аллаха сказано, «И подобрали его, Мусу, семейство Ферауна, чтобы для них он оказался врагом и напастью». Сура Касас. Аят 8. Смысл. Пепел, зала. Означает неправильное, бесполезное дело, пример тех, кто не уверовал в Аллаха. Дела их подобны пеплу, над которым поднялся вихрь. Сура Ибрагим. Аят 18. Смысл. Вода символизирует испытание. Мы напоили бы их водой обильной, мы этим испытывали бы их. Сура Джин. Аяты 16. Семнадцатый. Смысл. Вкушение свежего мяса. Согласно Корану, означает хулу, поклеб. Захочет разве кто-нибудь из вас есть мясо умершего брата? Сура Худжурат. Аят 12. Смысл. Зелень, огурцы, чеснок, чечевица, лук и другие овощи. Для того, кто взял их в руки во сне, означает, что он заменил лучшее, что имел из имущества или средств к существованию, или знаний, или жены, или жилища на худшее. Ибо слово Всевышнего гласит. Ты моли Бога своего о нас, чтобы он даровал нам овощи, что на земле произрастают, и огурцы, и лук, и чеснок, и чечевицу. Он им сказал. Неужели вы лучшее хотите заменить худшим? Сура Бакара. Аят 61. Смысл. Доброе, хорошее дерево означает доброе слово, а скверное, плохое дерево толкуется скверным словом, ибо слова Всевышнего гласят. Смысл. Притча Аллаха о добром слове, оно как дерево доброе, а притча о скверном слове, оно как дерево скверное. Сура Ибрагим. Аят 26. Сад. Указывает на деяния, а его сжигание признак их аннулирования. Смысл. И вихрь огненный обрушился на сад, и поглотил в нем все дотла. Сура Бакара. Аят 266. Яйца. Символизирует женщин, ибо сказано. Смысл. Они, девы, гурии, подобны тщательно хранимым яйцам. Сура Ас-Сафар. Аят 49. Также и одежда. Ибо Аллах, Свят Он и Велик, говорит. Смысл. Они, жены. Одежда вам. Сура Бакара. Аят 187. Свет. Объясняется прямым истинным путем, а тьма – заблуждением. Смысл. Из тьмы Он ведет их к свету. Сура Бакара. Аят 257. Что же касается толкований, основанных на сунне, то есть хадисах, то они такие, как, например. Ворона толкуется нечестивым человеком, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал ее порочной и нечестивой птицей. Мышь, объясняется падшей грешной женщиной, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал ее маленькой порочницей. Ребро и стеклянные изделия символизируют женщин со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина создана из ребра, и его слов своему сподвижнику. Рубаха, по словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, символизирует веру-религию. Я увидел во сне людей, которые являлись передо мной одетыми в рубахи, длина которых одним доходила до груди, а другим ниже этого. Затем передо мной явился Умар ибн Аль-Хаттаб в рубахе, которую он волочил за собой. Сподвижники спросили, что же это означает, у посланника Аллаха. Он ответил им, веру. Молоко символизирует знание, ибо сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему такое толкование. Оно также толкуется, как Аль-Фитрат, врожденное по природе свойство веры Аллаха, о чем и повествуется в хадисе о вознесении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на седьмое небо. Чернокожая женщина с безобразными и перепутанными волосами. Во сне объясняется чумой, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я увидел во сне, как черная из безобразной головой женщина вышла из Медины, и дойдя до Махья, место, где паломники из Сирии, Египта и Марокко намереваются совершить хадж и одеваются в их храм, ее еще называют Аль-Джухва. Остановилась там, и я объясняю это тем, что чума перешла туда», — приводит имам Аль-Бухари. Дождь — это правильный путь и знания. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пример тех знаний и правильного пути, с которыми Аллах послал меня к вам, подобен дождю». Прямая и ровная дорога означает ислам, стены заповеди Аллаха, а открытые в них двери — это запреты Аллаха. Это исходит из хадиса, который передал Ан-Навас. Аллах показывает пример правильного пути, по обеим сторонам этого пути две стены, в них открытые двери, на дверях спущенные занавесы, а в начале этой дороги стоит призывающий вас, Ахмад и Ат-Тирмези. Жилище означает рай, пир означает ислам, а призывающий на пир — это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И кто ответит на зов призывающего и войдет в жилище, то этот сон для него радостная весть о том, что он войдет в рай, если это будет угодно Аллаху. Верблюды означает величие, овцы — благодать, а лошади — добро и благо. Исходя из хадиса, который приводит Ибн Маджах, верблюды — величие для их хозяев, овцы — это благодать, барракад, а добро и благо связаны над чубах лошадей до судного дня. Собака, которая возвратится к своей рвотине и пьет ее, символизирует человека, возвращающего обратно подаренную им кому-либо вещь, как об этом говорится в достоверном согласованном хадисе. Тот, кто возвращает обратно свой подарок, подобен собаке, которая возвращается к своей рвоте и пьет ее. Сладкий лимон — это верующий, читающий Коран. Финик — это верующий, который не читает Коран. Райхана — ароматическое растение базилик. Это лицемер, притворяющийся верующим, который читает Коран. Притеснение символизирует мрак, а также наоборот. Скупость — это гибель и кровопролитие. Пророк, да благословит его, приветствует, сказал, Бойтесь притеснять кого-либо, ибо поистине притеснение — это мрак для совершившего его в судный день. И бойтесь скупости, ибо поистине скупость вергла в погибель тех, кто был до вас. Она пробудила их к кровопролитию и присвоению запретного. Пальма, со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, символизирует мусульманина, покорного Аллаху. Он, обращаясь к своим спадрижникам, сказал, Поистине из деревьев есть такое дерево, листья которого не падают. Оно поистине подобно мусульманину. Скажите, что это за дерево? Ибн Умар сказал, «И люди начали называть имена деревьев, растущих в пустыне, но мне пришло в голову, что это пальма. Затем они сказали, скажи ты нам, о посланнике Аллаха, что это за дерево? Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Это пальма. Огонь. Это смута, мятеж и хаос. Ибо огонь уничтожает все, к чему прикоснется и что встает у него на пути. Так же и смута». Звезды символизируют ученых, ибо жители земли руководствуются ими. Железо и разные виды оружия – это сила и победа. Приятный запах – лучшая похвала, хорошее слово и дело. Неприятный запах – наоборот. Петух – это широко известный и влиятельный человек. Змея – это враг или распространитель ереси, который убивает своим ядом. Выход больного в молчаливом виде из своего жилища к смерти, а разговаривая – к выздоровлению. Выход из узких дверей – облегчение и спасение. Поездка-путешествие – означает переход с одного положения на другое. Смерть человека – означает его покаяние и возвращение к Аллаху, ибо смерть – это возвращение к Аллаху. Сеяние и вспахивание земли – это работа. Собака – это слабый враг, который много кричит и шумит, но причинить реальный вред не в силах. Лев – это могущественный и властный человек. Лиса – это хитрый, вероломный, коварный и уклоняющийся от правды человек. И каждое восхождение на высоту – хвалимо, и каждое падение с высоты вниз – порицаемо. Конец второй части. В следующей части мы расскажем, что касается толкования, основанных на собственных именах и образованиях слов. Всем нам!